Здравствуйте, еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара — это мое учение о Боге, самовосстановление в действии. В данной теме я показываю, каким образом человек может самооздоравливаться, при этом продолжая делать, например, намеченную работу, то есть двигаясь по изначально поставленным задачам, обычным социальным, бытовым, идеологическим и так далее. И в условиях этого действия уметь, значит, практически, ну, как бы одновременно решать, как задачи самооздоровления, например, куда входят, кстати, и задачи оздоровления других людей, потому что понятие самовосстановления — это все-таки реальное управление именно во всеобщем смысле. То есть если человек может какую-то технологию применить по отношению к себе, значит, получается, естественно, он может реализовать ее по отношению к любому другому человеку. И получается, что в данном случае мы уровень всеобщности действия рассматриваем более, как бы, в конкретном порядке действия, то есть распространение управления на практически всех лиц и выделение из всего круга, так скажем, области всех лиц конкретных людей, то есть умение быстро путем, например, там, однотипного или аналогичного сигнала перенести опыт, накопленный, например, в вашем личном действии на всю информацию данного круга, так как бы данного уровня, ну, например, вы излечили от какого-то заболевания, взяли, сделали импульс излечения для всех именно этого, да, заболевания, то есть умение в коллективное сознание ввести систему, которая бы позволила реформировать вот понятие заболевания для коллективного сознания. И, вообще говоря, это достаточно важный аспект управления, например, в системе оздоровления, потому что, в принципе, вот в основном-то, если вот по сути подходить в идеологическом, что ли, толке с точки зрения того, как вообще происходит, ну, вообще говоря, такая информация, как заболевание, да, ведь изначально Бог, являясь абсолютно здоровым в человеческом понимании, да, ну и в божественном тоже, он, значит, не создал, то есть не заложил, вообще говоря, специально, так скажем, да, систему некого изменения, отличия от этого. Вот в идеальном, что ли, варианте человек должен быть абсолютно здоровым, и в определенной точке информации эта информация существует всегда. И, в принципе, заболевание — это некое видоизменение просто информации. И поэтому, получается, лечение — это просто нормирование, возвращение в искомую норму, то есть любой уровень заболевания, получается, это всего лишь навсего, значит, в общем-то, некое технологическое, возможно, там, какое-то информационное действие. И, в принципе, в отличие от реальности абсолютно такого типа, что абсолютно здоровый Бог также создал людей здоровыми, все остальное просто информация. То есть, получается, здоровье человека — это реальность с точки зрения физической реализации, здоровый человек, а заболевание — это информация, то есть, как бы, не материальный даже субстрат. Значит, и с этой точки зрения, ну, например, кстати, типичный пример вот в истории, приводится во многих там учебниках один из примеров, связанных с тем, что вообще происходит, когда, например, используется вот этот подход, да, то есть анализируется именно подход заболевания, как информация. В литературе там приводится такой, например, пример, значит, два человека шли на корабль, то есть один, видимо, провожал, и их покусало собак. Значит, тот на корабле уплыл, значит, ну, кого провожали, а один остался, и гидрофобией заразился, получается, ну, и были там у него проблемы. То есть, получается, что произошло вот заражение, значит, ну, как бы по системе коллективного сознания, что да, есть некое такое заболевание, как гидрофобия. Значит, человек, который уехал, значит, 15 лет отсутствовал, потом приехал и вдруг узнал, что вот его приятель, значит, 15 лет назад заразился, и у него те же признаки наступили. Хотя, естественно, никакого там не осталось субстрата материального, то есть получается, что как такового в этой точке, что ли, управление вируса нет, то есть есть просто информация. И аналогичные, как бы, уровни приводятся достаточно часто вот в системной, даже в статистической литературе медицинской, что при управлении реализовываются просто признаки, но нет субстрата, нет вещества. И получается, что если мы начинаем исходить из уровня управления, например, да, с точки зрения оздоровления, нам просто нужно выровнять структуру управления до, например, первого критерия, там, заболевание там не существует, есть просто некая информативная константа, надо просто ее реформировать. А тогда, получается, надо выйти в систему коллективного сознания и суметь реформировать свое собственное действие в этом управлении, то есть видеть себя, видеть ваши связи в управлении и уметь ввести оздоровление, как просто систему нормирования. Тогда получится, что вы, работая с информацией, все время находитесь в фазе просто здоровья, то есть самооставление именно в действии, это умение в определенной позиции управления находиться в структуре той, которая означает здоровье. Значит, получается, нужно просто уметь наблюдать, да, находить, дифференцировать информацию, где вы находитесь в момент действия. Совершение действия как такового, то есть само самовосстановление, а еще и совершение действия, вы должны контролировать, какой импульс из вас исходит на уровне управления информации и как он распространяется. То есть, во-первых, значит, это место, во-вторых, еще контроль импульса, ну и так далее. Можно дифференцировать, смотреть следствие, там, развитие в зависимости от следующих целей и так далее, то есть наблюдение за областью нормы фактически. И когда вы начинаете работать в этом плане, то получается, что у вас добавляется всего лишь один параметр управления. Вам просто нужно добавить наблюдение за своими действиями и отслеживать внешний контур. И в случае, если вы, например, в управлении начинаете выходить в структуру, где информация не нормирована, просто приводить в норму. А физически это означает, сразу идет сигнал, кстати, выглядит он в виде радуги, именно вот так, многоцветная радуга, полноцветная даже, так скажем. И этот сигнал характеризует, что делать сейчас. Значит, получается, что мы фактически как бы замыкаем вот эту цепь управления, что если нам нужно применить управление, мы можем применять коллективное сознание в этом случае. То есть много людей, не желающих чем-то болеть, да, логически. А вообще говоря, изначально в душе каждого человека и на уровне духа человека всегда есть абсолютная норма здоровья. И получается, что это больше, конечно, выглядит как духовное, более в широком понимании, духовное с элементами контроля в структуре логической фазы сознания. И получается, что вот это вот действие духовное с элементами логики, это есть уровень, который формирует вот эту вот некую реальность, выглядит это как специальная оптическая среда, сформированная духом и сознанием человека. И здесь мы четко видим, в каком ракурсе находится вот материя, формирующая реальность здоровья, например. Материя, кстати, эта вот прямо она конкретно находится, ну что ли, в нишах, выглядит как вещество, которое просто лежит в каких-то нишах. И когда вы начинаете это вещество, ну в общем, что тогда с ним делать, да, где оно вообще должно ходить, чтобы человек был здоров, надо исследовать свойства духа тогда, потому что носителем или как похоронителем этого вещества является дух человека. И когда мы начинаем исследовать свойства духа, как бы заходя или там приходя к нему с внешней стороны, как к объекту управления или там анализа, мы начинаем видеть, что структура абсолютной нормы заложена в сам дух, в саму духовную стиму. То есть если мы подходим высоко духовно, так скажем, с точки зрения того, что высокий, так скажем, уровень духовности не означает иногда сложных проблем. Часто это просто следование одним и тем же принципам, например, там макроспасения, или какие-то вещи, связанные с тем, что, ну такая же позиция, что, например, некие ненужные изменения, это просто информация, а реально там никаких проблем нет, да, то есть какие-то вот конкретные системы, которым нужно следовать, и все. И, значит, понятие высокой духовности, если еще человек способен, ну, в силу своих возможностей привлечь высокое творчество и реализовать, это, конечно, усиливает управление или иногда делает его мгновенным, да. Я говорю, если даже, ну, например, не делать какого-то специального или там иррационального, или какого-то высокодуховного в профессиональном понимании, вот, что ли, каждого человека управления, а просто вот выдерживать высокий статус духа, то есть следование своим позициям, стержневой статус духа, да. А ведь чем конструкция управления более стержневая, то есть дух все время фиксируется на одном, например, там вечная жизнь, например, там гармоничное развитие, и этот статус увеличивается, вот этот стержень некий увеличивает планку высоты, прямо геометрически видно даже, как поднимается планка вот этой высокой духовности, как бы даже, ну, так скажем, в понимании времени, помноженной на устойчивость мнений. И когда вы начинаете эту систему держать в управлении, то получается вы фактически основной уровень нормы, который заложен вообще говоря в духе, просто держите на уровне сознания, то есть связка логики вашего сознания и духовного статуса, который вы воспринимаете душой. Вы же в этот момент можете диагностировать душой системы. Таким образом вы начинаете видеть действия души. И элемент самооздоровления, например, в действии души или там самовосстановления, значит, в структуре той, что оздоровление, да, самооздоровление, это и есть самовосстановление, то есть равные понятия. Мы видим, что уровень действия души, это уровень, который формирует начальный уровень и для сознания, и для духа действия. То есть вот есть просто дух человека, да, а есть дух действующий. Как только дух начинает действовать, именно у человека, то возникает платформа, то есть площадка для всего следующего уровня. То есть выглядит это очень просто. Дух бесконечной величины. Если начинается еще действие бесконечной величины, то пространство сразу огромное, да, возникает. Например, Бог в любом импульсе имеет бесконечное пространство в действии. То есть вот это выглядит так, что Бог делает одно действие, а мгновенно это бесконечное действие как-то еще помещается в какое-то там локальное пространство, получается. И чтобы вот этот процесс, ну, сделать устойчивое восприятие всех людей, получается, можно рассмотреть тот же уровень действий человека. То есть человек, имеющий бесконечный внутренний мир, имеет, например, там, локально автономное тело, физическое, имеется в виду. И получается, что тогда реализация действия Бога, как раз она здесь так и выглядит. Бог, создав логическим, там, норме восприятия человека, образом, логическим, потому что проявленный человек, да, физически, создав человека во внутренний мир, именно заложил бесконечность его действия. То есть и восприятие человека самоосмысления, это и есть бесконечность действия. Получается, что мы можем видеть, что Бог в любую конструкцию, что ли, управления, да, в любую систему вкладывает бесконечность действия разным способом. Например, в человеке, там, высокая духовность или наличие души человека и так далее. А с точки зрения любого, ну, там, другого элемента реальности действия, вот это вот макродействие вкладывается как система, в первую очередь, система восприятия человека. То есть получается, что мы имеем, например, в системе восприятия человека здесь уровень достаточно, ну, как бы, обширный. То есть если мы, например, начинаем делать управление таким образом, что рассматриваем действия Бога, например, да, идущие через действия человека, то мы видим, что управление, например, идущее от человека к Богу, это, ну, достаточно высокая скорость, идущая от мышления человека. То есть вот это вот несколько такая сложноватая форма управления, но, тем не менее, простота в том, что достаточно рассмотреть мышление человека, и мы видим фактически, как бы, скорость, идущую от человека, то есть как вообще тело человека, мысль человека формирует некую скорость. То есть мы начинаем видеть достаточно активный механизм внутреннего действия, то есть выталкивание, как бы, мысли, что ли, из внутреннего уровня восприятия, из внутреннего действия, и умение на внутреннем уровне восстановить фактически, ну, какие-то элементы, там, физического тела, и мы можем видеть, каким образом формируется начальная, что ли, позиция мысли на уровне души человека. Тогда получается, что мы имеем, ну, практически весь уровень развития, начиная от начального уровня развития человека, то есть, в общем-то, уровня создания человека Бога, дальше внутренний уровень человека, дальше преодоление, там, на уровне мышления, например, системы, ну, как бы, следующего действия, то есть проход мысли через, там, физическое тело, и дальше мы видим, что любой элемент действия, вот, например, да, в бесконечном уровне, он постепенно переводится на уровень, ну, неких, там, сигналов, неких, там, величин, проявленных, там, действием человека, там, звуковых, мыслительных, там, физических и так далее. Тогда получается, что если мы хотим, например, сделать управление на уровне анализа, вот, там, где действия, ну, как бы, не существует, первичная статика, да, создана вся реальность, включая каждый отдельный человек, и отсюда проходит уже то, что называется действием, да, восприятие человека, то получается, что мы можем видеть, что вот проход вот этой системы некой управления и статики в систему действия, это есть уровень, который реализовывает, фактически, уровень, как бы, ну, дискретности этого мира, то есть раздельности, почему один элемент отличается от другого, вот, как это вообще происходит в мире, то, в общем, на уровне логики это понятно, каждый элемент, например, отличен и так далее, но на уровне устройства мира здесь еще надо какое-то действие предпринять, чтобы иметь отличие. Так вот, изначально вот некой исходящей статики идущие действия как раз-таки разделяет саму статику на дискретный элемент, потому что импульс идущего бесконечности, он начинает приобретать новые свойства, и опорная точка видоизменяется этого импульса. Значит, получается, что скорость, это есть просто навсего изменение платформы, фактически, то есть меняется только геометрия. А в этом мире мы можем такую точку зрения увидеть, что ничего не меняется, меняется только геометрия формы, да, информации. И получается, что исходя из этого, мы видим одну из, ну, как бы, аксиом в действии, что изменение формы часто это сверхбыстрое, там, бесконечное по скорости действие. А форма, ну, человек что-то сделал, уже форма изменилась. Изменение формы движения, ну, там, физическое движение человека и мыслительное, вот стыковка мыслительного и физического уровня, здесь такой уровень, что можно управлять уже внешним, как бы, управлением, что относится к уровню, например, мышления, что относится к уровню физическому, то есть умение на информации разделять информативную часть, ну, которая, например, означает какой-то уровень, там, событийный, например, да, в планах, и умение рассмотреть элемент физической материи, вообще, как на информацию выглядеть физическая материя. И когда мы начинаем вот этот уровень рассматривать, то мы видим по аналогии, да, например, как физическое тело единого Бога реагирует в управлении на какой-то элемент информации, ведь тело должно реагировать так же, как и любое другое тело, в первую очередь, да, в первую импульсовую управление. А вообще, по сути, все-таки действия изначально всеобщие, то есть разница все равно есть определенная, то есть действия всеобщие у Бога, и это действие означает, что импульс, идущий от него, находится в нем же. То есть, как бы, у него импульс приобретает, получается, вот, ну, с той точки зрения новизны практически то же самое остается. Если человек начинает делать так, как делает Бог, он начинает видеть, что даже приобретая новую информацию, импульс, который идет от человека, чтобы хотя бы идеологически, как бы, поставить задачу управления, чтобы он не видоизменялся, он должен уметь перекладывать в своем импульсе одну область в другую, как бы менять форму фактически, да, то есть получать одно и то же, не за счет, например, там, следующих действий, а за счет изменения формы самого импульса, получается. Значит, чтобы мы имели такую же работу в самовосстановлении, как делает Бог, мы должны, получается, что уметь видоизменять световой импульс, и причем в динамике, то есть вот он развивается, надо успеть его видоизменить, еще не повлияет на его цель, ведь импульс это все-таки цель управления. И когда мы начинаем видеть, как Бог формирует себя, как вообще он самовосстанавливается, например, то есть он в момент мышления самовосстанавливается, у него вот нету, получается, разрыва между мышлением и действием, то есть его духовное действие такое же, как физическое, но в будущем, где текущее время — это просто сверхбыстрая скорость, получается. Бог всегда существует в будущем. И получается, что, исходя из этого, если мы начинаем текущее время, да, делать сверхбыстрым по скорости управление, то есть это какой-то элемент будущего, ну, такая там простейшая модель, которая как бы здесь как-то закрутилась в текущем времени. Значит, вот этот элемент, он, получается же, чем он хорош в этой позиции, что он в будущем есть, значит, все нормально, вы уже блокируете управление в сторону нормы, как бы фиксируете, да, и получается, что вы уже достигли там управления нормированного, раз вы выберете элемент уже из будущего, а в будущем много вариантов, вы можете выбрать вариант, который вам полезен, например. И получается, чтобы эти свойства совпали в управлении, вам нужно текущий элемент просто видоизменить по форме, чтобы он как бы помещался в структуру будущего. Вот он попал в прошлое, он же там набрал информацию, как его обратно поместить? Опять задача, ну, сжатие, да, и получается информация или форма. И получается, вы можете сжать фактически через норму своих собственных событий, через собственный уровень физической материи, например. Можно через духовную материю, но тогда скорость очень высокая. И тогда получается, что самоорганизация, само, например, раздоровление физической материи, это умение расположить в информации физическое тело между импульсом, который идет от нормального уровня, желаемого, так скажем, будущего в текущее время, и обратным образом идет в будущее, практически не видоизменяясь, а только проходя через информацию физического тела человека. И вот как только импульс неизменный все время ходит через структуру нормы физического тела, тело начинает оздоравливаться. Потому что мы же берем изначально, что мы не меняем импульс. А в информации есть очень простой принцип, что если такой сигнал проходит возле тела, то физическое тело всегда ориентируется на абсолютную норму, на норму здоровья. Получается, мы практически просто навсего показываем, как в этом мире устроена система взаимодействия между информацией будущего, например, прошлого времени. А физическое тело воспринимает на уровне, ну, скажем, интеллектуального какого-то действия, на уровне проявления интеллекта в фазе восприятия, в любой точке восприятия. И тогда мы начинаем подходить к понятию, например, интеллект тела. То есть в чем он выражен? Кроме того, что да, у каждого человека есть обычный интеллект, то есть то, что относится к понятию интеллекта. А, например, там клеточный интеллект, клеточная система реакции. И когда мы начинаем видеть, что тело имеет бесконечное развитие в любой точке стыковки с информацией, то есть вот где физическое тело стыкуется, там возникает бесконечное количество действий, причем часто высокоинтеллектуальных по задачам, то мы видим, что физическое тело несет достаточно важную основную физическую функцию по реализации основного уровня управления, что через физическое тело реализовывается уровень, например, конкретных событий. Пусть это будет более ранняя мысль человека, но все равно же он ее продумал и так далее. И даже если он не участвует там, в конкретном этапе где-то другим делом занимается, но не участвует в каком-то событии, если он как-то имел отношение, то критерием этого действия является физическое тело человека. А учитывая, что любое событие связано с любым другим, то все люди участвуют, каждый, получается, друг у друга в каким-то образом в системе совокупной информации. И можно проследить все эти вещи, связи. Вопрос только, зачем, да, значит, делать. А вот для спасения всех это можно сделать на примере, например, там, работы какой-то службы, ну, там, какой-то социально-общественной, которая, по-телуи, возможно, там, безопасность технической службы и так далее. Например, там, контроль за сходом лавин, да, техническая служба. И взаимодействие в системе, вот человек, внешняя система, да, человек, там, внутренняя система, вот этот уровень взаимодействия начинает оставлять места, где реализованы системы присутствия Бога. То есть Бог в этот момент, ну, в качестве, там, в управлении в виде человека, да, он может спокойно находиться в той точке, где происходит вот именно первый уровень появления человека. Как вообще Бог выбирает точку своего присутствия? Ну, в абсолютном мере, да, если так вот выразиться. С точки зрения самого, именно самовосстановления, ему нужно в самом, как бы, что ли, прямом понимании, чтобы не делать каких-либо действий, ему нужно просто навсего передать информацию здоровья, там, любому человеку, которого, там, первый раз появляется, да, в данном месте. То есть Бог должен изначально понять, кому осуществить, например, максимальную помощь, и тогда эта помощь распространится на всех, потому что он же человек, то есть тот, кому он сделал помощь. А вот распространение на всех, это уже задача просто та же самая Бога, да, людей и так далее. И мы видим, что умение, значит, информацию, как бы, рассредоточить, сделать ее бесконечной в едином импульсе, там, или в одном импульсе, и умение получить, значит, действие такое же, вот, например, у физического тела человека, как и действие сопоставимое, например, с бесконечным действием или, там, с вечным развитием. Вот эти вот возможности, или, там, способности, умения, так называемые, они практически реализовывают целый пласт событий, которые имеют именно оттенок вечности. Сначала он выглядит, как оттенок. А затем можно видеть именно детальные системы, что даже в том случае, если вы раньше не достигли управления быстро, да, там, занимались каким-то конкретным уровнем, или хотите ориентировать какого-то человека на действие по макроспасению, вот вам нужно как-то убедительно, там, показать, что вы правы, то вот здесь вот, чтобы, ну, там, долго не убеждать, и все-таки у человека может быть свое мнение, тогда получается вообще, вы можете предложить один раз, показать, ну, ту же самую систему самооздоровления, но он может принять или, там, не принять, не зная, о чем речь вообще по сущности, да, вам надо уметь ее передать. Вот здесь вот возникает уровень передачи технологий, когда другой человек, например, ну, фактически не реагирует часто, занят другими делами. И получается, что в уровне действия человек-бог, мы тоже видим, что, значит, всегда приемлемо, да, то, что человек, ну, вот эти вот, скажем, системы управления, то, что человек пересылает, что человек делает для бога. Бог всегда видит норму в изначальном действии, там, в формировании именно созидательного уровня просьбы, что ли, потому что начальный уровень организации мира все равно выходит в структуру любого количества, там, проявленных слов. То есть, если он что-то просит, наиболее точная просьба, которая соответствует начальному уровню организации мира, причем именно в точке, где он лично создан богом. Проще всего встретиться с богом в том же месте, где, например, там, человек был создан, да, изначально. И получается, ну, на уровне, конечно, информации в данном случае, хотя, может быть, и физически это бывает так, получается, что мы можем видеть, что вот действия, идущие, значит, на само восстановление у человека имеют достаточно глубокие корни, как бы даже в техническом, что ли, уровне реализации, то есть много промежуточных действий существует. И получается, что даже если человек там делает одно элементарное действие, в ближайшем уровне возле него сразу же реагирует очень много информации на этот процесс. И в зависимости от уровня реакции можно видеть, каким образом вам необходимо, например, там, оздоравливаться. То есть здесь становится видно, каким образом происходит, вообще говоря, механизм, что ли, вот этого контроля за собой, там, за своей информацией, то есть откуда он рождается, откуда он берется. Ведь в данном случае мы говорим о том, что реализация, ну, вот этого контроля, так скажем, внешнего по отношению к своим же задачам, это такая ситуация, которая, например, там, часто она делается один раз, а дальше уже ситуация понятна, и вы приняли решение, и дальше развивается в зависимости от вашего решения. Это может быть так, что это длительное время. Получается, что если мы начинаем контролировать, ну, как исполняется управление, то самый простой способ умения других научить, дать им знание, тогда, получается, исполняемость существенно выше становится, то здесь видно, что восстановление именно в действии, там, само восстановление в действии, это уровень, который базируется, прежде всего, на том, что вы можете видеть, что в любой системе управления находится, ну, находится, как бы, такой уровень, который позволяет всегда, мгновенно, там, восстановиться человеку, уметь, если там, не мгновенно, нет такой необходимости, уметь воспринять систему передачи информации, например, о факте восстановления, или, там, оздоровления человека, и так далее. Когда мы начинаем видеть связь между элементами, например, будущих событий, элементами, там, прошлых, где мы начинаем уже выделять фигуральные события, увидев вот эту конструкцию действия, с которой имеет дело человек, да, то есть, в данном случае, я в большей степени показывал, где есть действия у человека, хотя их множество других, может быть, действий, просто я не стал, например, сегодня их каким-то образом, что ли, реализовывать, вам желательно смотреть в управлении так, чтобы это были ваши частные задачи. И получается, что, имея, вот, например, уровень частных задач, мы можем видеть достаточно широкий пласт следующего действия. То есть, если иметь множество событий, дискретных причин. Например, сейчас я описал, там, застегшие пять минут, множество дискретных событий, часто не связанных друг с другом, и нам нужно уметь управлять вот этой фазой разных событий. Вот я сначала говорил об одном уровне управления, дискретно перешел на другой, третий, и вот мы теперь в точке будущего находимся, и нам нужно сделать так, чтобы все системы управлялись. Ну, если сравнить, там, предположим, там есть некий, там, рой пчел, и надо, чтобы все они были в одном направлении, да, летели. То есть, получается, что мы должны рассмотреть с точки зрения анализа, как вообще пчела реагирует вообще, да, что из себя представляет пчела, что из себя представляет объект этого действия в управлении. То, рассмотрев, как делает Бог, он каждый элемент просто нормирует, то есть, доводит до уровня обычной нормы. И получается, что, исходя из этого, мы видим как бы очень простой элемент, так скажем, ну, организации нормирования. Чтобы получить какое-то действие, мы производим какие-то промежуточные действия, и получается, что в цели действия заложена сама норма. Потому что любой другой сигнал, который вы получаете, то есть сигнал, идущий к вам, он все равно имеет сверхскорость на определенном уровне. Заметьте, это очень просто с точки зрения того, как делает Бог. Мы можем видеть, что, например, что есть вообще, ну, некая величина, которая означает близость какой-то системы к другой, то есть есть интервал времени в будущем. Нам нужно посмотреть выделенный какой-то элемент для этого будущего, как он выглядит, как вообще распознать время будущего в информации, так скажем, да. То вот именно соприкосновение какого-то небольшого элемента с элементом, который означает какой-то элемент будущего, это есть время и информация как таковая. Вот откуда она вообще берется, эта информация? Как вообще воспринимается у людей? Почему какие-то люди воспринимают одним образом, другие как-то, может быть, по-другому? И вот это вот взаимодействие выделенных элементов будущего, проведенных фактически через прошлое, да, и отправленных опять в будущее в той же конфигурации, реализовывает именно систему полного оздоровления фактически человека. В данном случае речь идет именно об оздоровлении, или там самоздоровлении, под термином самовосстановления в большей степени целесообразно значит сделать управление на просто оздоровлении. Причем часто восприять какую-то проблему у другого человека это есть все равно как бы задача человека и получается это его же уровень самовосстановления, если даже из-за чего там другие, да, люди. И получается, что исходя из этого мы можем видеть как бы следующий статус управления, чтобы все отдельно взятые там размозненные системы двигались в одном направлении, как я сказал, подведены и в условиях управления подведены разные системы к одному месту, вот получается нам нужно просто выделить геометрию этого действия и в этой геометрии заложить как элемент, который является планом, то есть фактически это какой-то план, который изначально там он может иметь конечные характеристики, но он должен быть бесконечным. И исходя из этого этот план должен быть поставлен в управление так, что он соответствовал всем элементам этих событий выделенных. То самый простой способ это рассмотреть прямые связи, но здесь еще для именно самовосстановления человека есть уровень в более общем понимании, что человек может например сделать такое управление, рассмотреть систему будущих событий, и сделать как бы систему абсолютного нормирования для любой ситуации, любой системы. И когда вы начинаете видеть например лекционный курс идет по моим технологиям, я читаю лекцию, даю семинарское управление и можно видеть что например в семинарское занятие какое-то одно, можно выбрать какую-то тему, любую из известных ста например тем, и здесь получается, что вы имеете управление как бы выбранное в системе в большей степени вашей реакции. И вот здесь получается, что исходя из уровня управления, например, по учению идет семинар, и мы имеем вашу реакцию через какую-то другую статью, более раннюю, опубликованную возможно, или просто что-то прочли. И здесь мы видим, что именно идея самооздоровления, самовосстановления или просто обычной нормы здесь может реализовываться на уровне просто физического пространства, где вы начинаете делать управление как бы усредненно по отношению к физической реальности. Некая скамейка стоит, можно делать по отношению к ней или возле нее. И вот здесь вы находит очень тонкий подход самовосстановления в действии. Вы одновременно все время что-то реализовываете в действии, как-то действуете и наоборот вы способствуете своим задачам. А с другой стороны вы видите, что существует множество задач у других людей и ваша задача в социальном аспекте находиться в равновесии, не допускать каких-то перегибов, не считать что точка зрения если она действительно обычная то значит она должна быть обычной какой бы ни был управленец и так далее. Одно дело если реактор какой-то ядерный то точка зрения должна преувалировать та которая соответствует этому диагнозу например даже в управлении если это касается диагноза оборудования на АЭС на ядерном реакторе. получается что мы имеем возможность выбрать цель управления так что мы не дифференцируем жесткое явление и понятие а выборку получаем в виде готовых ответов. То есть ответы к нам идут при этом мы задачи еще не создали получается. И кстати это наиболее частый что ли путь очень быстрого обучения когда вы можете делать управление практически мгновенно хотя на самом деле делать пролонгированное действие по отношению к другому объекту управления а ваш более ранее заложенный объект управления может быть таким что вы фактически можете например в области именно управления если исследовать этот процесс на уровне логических связей то получается что более раннее управление имеет просто другую длину в системе будущего можно четко видеть какой элемент управления где создан с точки зрения будущего был ли этот элемент в прошлом или там он создан специально в будущем и вот здесь можно видеть что через будущее через информацию будущего можно очень четко рассмотреть задачи действия физического тела человека и значит можно защитить этого человека рассмотреть его система продвижения не на уровне адресов а просто смотреть где он ходит и где нас заблокирует на уровне информации некую негативную информацию когда мы начинаем таким образом опять же я все-таки здесь показываю высокодискретный образ управления то есть начавшаяся задача сразу же переходит в следующую задачу часто не фиксируя в виде слов там где есть окончание действия например вы работаете по карте по какому-то там региону или ряду регионов у вас не всегда возникает мысль естественно четко фиксировать постоянно вспоминать все субъекты федерации и так далее например российская или там какие-то страны вы можете их помнить но вам не обязательно например сейчас их применять в управлении он достаточно может быть ряда для центрального региона или какого-то специального ряда по специфике например управления получается что мы можем видеть следующее что даже если на уровне аналитики мы начинаем вводить систему случайных действий то есть анализ начинает выходить на некие дискретные величины то есть многим людям проще получать известную систему управления и тогда как бы мы должны здесь сделать так чтобы самооздоровление для вечного развития было естественным нам нужно просто уметь дискретные то есть некие такие хаотичные хотя не всегда они хаотичные а просто выбранные в виде некой выборки элементы совпали с тем что вы делаете в условиях системного выбора вот здесь очень важный уровень бог же что делает он один раз что он делает там после так скажем многоякурсово замера там как бы ситуация все равно у него одно и то же для бога любое его действие имеет именно характер уникальности да у любого другого человека тоже такой же элемент реализуется но бог он создатель всего мира получается что человек там где речь идет о создании всего мира может ему помогать то есть свою часть выполнять когда он созидает например как руководитель центра по моему учению и не только как руководитель центра по распространению моего учения может быть просто обычный человек который способствует задачам спасения вот здесь вот видно что в системе коллективного сознания система оздоровления так скажем да это есть умение осуществить быстрые действия умение из выборки часто хаотичных там не связанных материалов сделать конструкцию управления которое будет понятно например да значит и в принципе дальше уже все проще вы начинаете видеть управление такое что значит ну какая-то отдельная величина социальная значит эта величина начинает развиваться таким образом что вы начинаете видеть перспективы этой величины бесконечности как только вы вышли из ряда независимых систем и видно что нужно предпринять чтобы была норма то есть умение формировать через дискретность мнения дискретность как бы движения формировать все время норму и исходя из этого можно видеть что если мы начинаем работать через образы через систему оптических уровней связи если мы начинаем работать таким образом что нам логика не обязательно в плане широкого развития логической модели то можно видеть что так же как у Бога любой импульс становится универсальным он даже более того становится таким универсальным что вы можете например ставить одну задачу если успеваете импульс подрегулировать то получается решение одновременно других задач но как правило управление так реализовывается с той стороны гармонии мира что вот именно там взять и по каким-то ну что ли путям где нужно кого-то заставлять что-то делать здесь в общем такой вариант не проходит и так мы можем рассмотреть вот даже транскрипцию следующую что выход все-таки на дискретность в управлении на дискретность там в познании материала это все-таки организация того что Бог действующий и там дискретно и например как бы в кассе линейного что ли уровня управления когда он показывает действие то видно что здесь структура именно что ли первичной реакции человека ведь речь о том что он должен уметь в любом действии быть здоровым там самоздоравливаться даже если за ним делается наблюдение другой стороны он как бы не должен об этом знать ведь на человека часто сосредоточены разные точки зрения с разных сторон и умение в этой позиции выбрать нормированный социальный уровень то есть человек выходит на улицу там есть какие-то элементы физического мира получается что именно значит по аналогии можно например сделать что-либо там третье чтобы человек получал за то что он там реализовывает во внешнем мире и когда вы начинаете видеть что идет ну из бесконечной величины идет некая помощь ученикам которые реализовывают значит ну какие-то там цели развития и свои причем личные и это бесконечная величина опять же идет на дискретном уровне то есть я все время вот сейчас перехожу к уровню от одной системы дискретности к другой то есть все время увеличиваю систему часто несвязанных баз управления это я делаю специально чтобы было видно что любой импульс настолько универсальный что даже часто цель импульса может быть как бы незаданно для внешнего восприятия то есть человек делает ну как бы одно и то же а ведь человек все время меняется мысль меняется получается что значит восприятие существует что все время идет управление через этот блок информации либо это почтовый ящик либо это интернет-сайт и так далее офис например когда вы начинаете видеть что внешняя информация очень четко как бы зафиксирована на отдельных частых элементах то есть огромный массив информации закреплен на отдельных элементах вы видите что тогда именно умение объединять например там какие-то создательные просто процессы условиях мышления да и каких-то еще там часто сложных дел это есть тот уровень где наконец мы видим что оздоровление происходит через физическое тело например да то есть работа идет через физическое тело и когда мы начинаем рассматривать ну как бы дальнейшее развитие этой ситуации информации то мы видим что исходя из задачи все время наращивать дискретное управление мы можем ну то есть дискретное в данном случае часто не связано на аналогическом уровне с более ранним материалом да мы можем найти изначальный импульс который включает и действия там другую сторону и обратное там получение ответа то есть импульс самоначальной величины тогда получается что самооздоровление очень простой потому что вы наконец пришли к тому месту где бог показывает как он здоров например на информации и достаточно приблизиться тогда к этому месту и вы соответственно становитесь здоровыми но если вы уже здоровы то это хотя бы это какие-то в рабочем так скажем понимании с точки зрения там прикладных аспектов какие-то элементы написанные там какие-то элементы которые можно передать другому человеку то есть факт передачи в данном случае устанавливается как элемент действия по развитию там собственной системы да и так же делает бог он начинает рассматривать как бы локальную какую-то вещь и вот эти вот все внешние рациональные системы они начинают как бы на глазах организовываться у бога и вообще у других людей кто например за этим процессом наблюдают да получается что если мы начинаем например работать так что нам нужно сам оздоровиться в условиях вообще противоположных часто по расстоянию там каких-то элементах управления то здесь получается что самый простой вариант довести импульс до настолько универсального чтобы не важно даже что он там берет какая-то ручка у человека что он делает но любой импульс по отношению к человеку универсальный бог делает все время управление таким что вы видите управление совершенно ну как бы уже универсальным да в каком-то следственном уровне но ведь изначально все равно для каждой личности дается конкретный там спектр управления и личность способна бесконечное время выполнять управление то есть система самоздоровления самовосстановления это умение какой-то бесконечной величины там да из будущего значит быть взятой там под контроль там с вашего логического уровня и дальше уже идет в обычном порядке следующее действие то есть я специально перешел на социальную систему чтобы показать что самоорганизация самовосстановление или там значит самооздоровление это уровень который часто абсолютно не связан с чем-либо предшествующим вот я достаточно долго объяснял вот эту позицию управления сегодня и если даже посмотреть там человек находится на присадин каком-то участке то получается что мы можем видеть что как только мы понимаем вот эту бытовую что ли составляющую перехода любого уровня событий форму вашего действия то есть на любом уровне на любой дискретной величине который часто не связан но имеет цель оздоровления да когда вы имеете переход на уровень реализации например здоровья человека а следовательно если реализовано всеми количествами сознания для одного человека значит это для всех то есть умение вот этот переход сделать устойчивым это уже говорит о том что вы на уровне макросвязи участвовали в этом процессе и получили ну такого типа знания что любое действие отданное как бы систему информации да управлению дает норму вам и всем окружающим то есть есть такая точка что обратный импульс все время нормирует все и вот как только вы в этот уровень приходите то дальше уже в общем-то норма при совершенно дискретной форме внешней системы я специально даже материал с совершенно дискретными блоками вы получаете совершенно абсолютно часто устойчивое управление которое не зависит даже от того насколько вы поменяете решение в плане не стратегического конечно а какого-то там локального пойти в один магазин в другой в третье вы все равно получаете очень устойчивое управление с точки зрения того что все импульсы переходят на вас так же как и бог делает импульсы выводят на себя на этом я сегодня заканчиваю спасибо большое за внимание постарайтесь дискретную часть выделить отдельно и проработать ее самостоятельно каждую отдельно и посмотреть связи почему какая дискретная часть находится возле одной следующей то есть блоки прям просмотреть по этому управлению спасибо 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 большое спасибо 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 Продолжение следует...